Ежегодно 7 апреля вся страна празднует День памяти погибших подводников, которые ценой своей жизни защищали родину. Одним из таких примеров является первый дагестанец, удостоенный звания Героя Советского Союза, военный моряк-подводник Магомед Гаджиев. Его история началась еще в молодости, когда он сбежал из дома и добрался до Каспия, где по ходатайству старшего брата его взяли на судно юнгой. Но рассерженный отец тут же забрал его обратно домой. Желание служить отчизне привело его к очередному побегу, но уже в Красную Армию, где он участвовал в преследовании дикинцев вплоть до взятия Баку, в ликвидации банд Гацинского и остатков банд в Южном Дагестане и на Терике. Наша школа называется Кадетская морская школа-интернат имени Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. Это очень отрадно тем, что мы ежегодно проводим огромные кольца мероприятий, посвященные жизни, деятельности, подвигу этого человека. Ежегодно наши ребята, участники кружка гаджиевцы, выезжают на родину героя, в село Мегеп. Многие в народе говорят о Гаджиеве, как о мальчике, родившемся в горах, но мечтающем покорить море. Дом Героя, его родное село, люди, проживающие в нем, и сыграли большую роль в его воспитании. По словам Бурлият Абдурахмановы, они с воспитанниками камышей стараются посещать родные места подводника, для того, чтобы увековечить его память в сердцах нового поколения. В селе люди все ездят, вернее, ходят пешком, как говорится, в этом селе. Там не видно, там нет ни одной дороги для машины, очень тяжело. Там до сих пор ослики по селу, как говорится, везут нужные, как говорится, людям товары. Помимо выездных поездок, руководство школы также организовывает массу мероприятий, приуроченных в памяти героя. В школе можно найти тематический угол, записаться на кружок гаджиевцы, а также принять участие в организации театральных постановок по мотивам его биографии. Ежегодно, 20 октября, в школе проходит торжественная линейка приглашений официальных гостей, представителей городской администрации, республики, а затем проходит конференция, посвященная жизненной деятельности и подвигам Магомеда Гаджиева. У нас всегда, как говорится, по расписанию всегда работает кружок гаджиевцы. Кроме того, ребята также выезжали в город Гаджиева. На сегодняшний день в школе абсолютно каждый знает о подвигах героя, жизни и интересных историях. Капитан Магомед Гаджиев воевал всего 11 месяцев. 27 кораблей за это время потопил его дивизион. 10 из них уничтожено по непосредственному участию комдива. В последний поход он ушел 28 апреля 1942 года на подводной лодке Ка-23. Известна фраза Магомеда Гаджиева. «Нигде нет такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все побеждают, либо все погибают». 23 октября 1942 года Магомеду Гаджиеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Но памятный камень на въезде в аул Мегеп, как это принято в Дагестане, ему не поставили. Это потому, что, пишет Булач Гаджиев в своей книге о брате, что его никто не видел мертвым. Асия Тумалатова, Амар Бенгазиев, Новости, Телеканал Среда.